так приветствую всех на утренний брифинг традиционно посмотрим что нам готовит рынок сегодня у нас 31 января среда я записываю этот брифинг в момент когда у нас трамп с речью так сказать выступает в живой трансляции поэтому с вами можем видеть некую волатильность связано вот чистым с этим событием коротко расскажу по идеям на сегодня вернее по торговле но многие видели наверно надеюсь видели пост по отчету за январь фактически итоги были подведены счета с мониторинга значит кто не видел ссылочку на это мероприятие на этот пост я прикреплю к описанию к этому видео вот поэтому сегодня в совокупности более 12 процентов закрылся январь это очень хороший результат поэтому сегодня себе беру какой-то степени отдых и открывать какие-то новые сделки не будут хотя торговые идеи выскажу вот и вы их собственно сможет прослушать и поступить по-своему если уж хотите то что я не торгую это только лишь фактически мое решение далее у нас еще одна новость это добавление российского рынка мы будем с вами смотреть ртс мы с вами будет смотреть фичерс на доллар рубль анализировать мы с вами будем смотреть нефть марки бренд с московской бирже также возможно фичерс на сбер на втб и и на газпром все это я добавлю со следующего месяца то есть завтрашнего утреннего брифинга вот ну и соответственно вопрос на ответ также буду отвечать в том числе и по этому рынку потому что я его практику и торгуют не так массово как форекс до торговый но тем не менее есть сделки там и каком-то анализ она подчиняется правда не знаю насколько у нас получится утренний брифинг мы попробуем сделать его коротко и подготовлен все на сегодня хватит болтовни сегодня среду фактически если мы с вами посмотрим экономистик календарь то ничего нового не обнаружим кроме того что прямо сейчас выступает трамп самые основные события будут сегодня ночью это на выступление трампа понятно сейчас идет никуда мы не денемся волатильность это надо пережить я не думаю что что-то новое скажет больше популистская но в общем то ничего интересного индекс потребительских цен в европе стоит посмотреть потому что инфляция именно индекс потребительских цен скажем так является камнем проткновения для сворачивания количества программ количества смягчения а также повышение процентных ставок европейском центральном банке ну и основное конечно сегодня заявление фомс и решение по процентным ставкам тут мы уже обсуждали с вами на большом обзоре я хотел бы показать лишь рыночные ожидания по процентным ставкам как участники рынка ждут значит в январе то бишь в это заседание 95 практически процентов участников рынка это те кто торгует фичерс на процентную ставку на бирже семьи уверены в том что процент ставка будет 125 150 байсных пунктов то бишь и без изменений поэтому изменять повышать процентную ставку сегодня не будут однозначно потому что это будет тупо шок для всего рынка мы увидим огромная волатильность которая банку не нужна намного интереснее посмотреть что же будет в сопроводительным заявлением потому что согласно этим же данным 72 процента участника рынка ждут повышение процента ставки то есть ставку на уровне 150 185 байсных пунктов уже 21 марта то есть уже на следующем большом заседании ждут процентную ставку повышения и второе дальнейшее там повышение будет у нас фактически в июне напомним ожидается нет не в июне а почему 25 20 25 я ошибаюсь в июне до обращаю ваше внимание на то что в июне уже 175 200 байсных пунктов половина участников рынка конечно немного но тем не менее то есть март июнь и возможно декабрь ждут повышение ставки в восемнадцатом году вот что будет написано в заявлении ставку останется без изменений на этой реакции не будет а вот все что будет описано в заявлении может принести какую-то волатильность зависимости того насколько будут изменены эти самые ожидания хотя на самом деле вполне возможно и скорее всего это произойдет никаких новшеств здесь не будет то есть ничего нового не услышим в основном нейтральные фразы потому что даже нету пресс-конференции после выживания решения потому что это не основное заседание фактически ну и поехали по инструментам что мы там отторговываем евро традиционно в принципе без изменений говорили про флэд в какой-то степени флэд состоялся мы действительно ударились от поддержку своего рода да ничего нового у нас нет ни со стороны рыночного сантимента не со стороны чего-то объемного давайте посмотрим да у нас на хаях народ накупился на лаях на продался то есть очень-то открытый интерес скорее всего подрастает вот здесь происходит вся торговля куда рванем туда и рванем фактически да и гадать куда рванем нет особого смысла стопы есть под минимумом кстати можете для себя отметить но тут все 150 пунктов я бы на них сильно бы на самом деле не рассчитывал что нам говорит блин что нам говорит сейчас ребята рабочее пространство рабочие слои отключены у меня были значит что нам говорит фьютишный рынок объем накапливается вот здесь у нас границы этого объема в принципе они могут стать у нас крайними по большому то счету получается что где что вот здесь да вот она вот эти кластера которые не были пробиты но очень-очень хотели оказаться пробитыми то есть мы можем сами и развернуться внимание обращаем на процентную ставку в общем-то да и принимаем решение уже исходя из того что там может произойти для вас выделяем объемы это 130 до 12330 вот и 125 40 то есть это вот такие вот у нас балансы то есть куда мы рванем туда и будем сами отторговывать движение вверх для нас было бы удобнее я не сказал что-то приоритетное движение но просто было бы удобнее потому что по тренду потому что если состоится движение вниз то мы здесь будем испытывать некую поддержку которая может инструмент просто тупо завернуть это внимательно смотрим охотно кидаемся на движение вверх менее охотно кидаются на движение вниз но раньше времени смысла залазить не вижу фунт картина дамать примерно аналогичная до цели мы доехали таки да тут какую-то коррекцию устроили хотя тоже самое что кто-то на этом смог что-то сделать с другой стороны наши опасения касаемо того что у нас есть где-то здесь баланс в который можем ударить полностью подтвердились действительно мы там чего-то ударились кота не пошли значит устроили какие-то движение тела движения как народ на это отрагировал по на покупал на самом деле народ в массе в плюсе сидит то есть во всем там движение в логах есть но это ненадолго стопы кстати да были у нас мы отмечали что есть топы под минимумом под этим кстати ровно 200 пунктов да они сработали поэтому ребят которые ставили веточки даже как в профите сейчас все это разряженный я бы на это особо внимание не обращала то есть тоже вакханалия которую ну наверное лучше остерегаться в какой-то момент давайте посмотрим что нам подсказывает фьючер на это дело объем наверху он становится большой серьезный интересный он может казаться разворотом скорее всего он уже по факту казалось разворотом то есть мы видим на как быстро и уверенно здесь на торговались поэтому вот эта шапка она будет давать какое-то давление да и вполне возможно что прям вот сейчас поэтому наверное даже здесь где-то паттерны в шорт бы я бы искал бы хотя бы вот досюда но это скорее относится к позиционным сделкам опять же сегодня фомс и жара может начаться там давайте посмотрим как это будет по ценам 142 ровно блин и вот эту шпильку надо заходить 143 45 это много ребят это очень много это широкая зона здесь однозначно если входить только набирая позиции с другой стороны наш потенциал до 35 55 39 55 может реализоваться потому что это вот шпилька давал инициативу вот от всего этого баланс хотя бы вот так в принципе если мы с вами попробуем где-то здесь шортить давайте-ка мы сами кастом посмотрим так как же мы сами сделаем да мы с вами посмотрим вот в таком разрезе и увидим мы что весь объем находится здесь на самом деле но предположим что будет большая волатильность поэтому 42 40 да вот так пододвинем 42 40 место для продажи то есть можно попробовать продать повыше с другой стороны 42 40 так блин да что такое-то 42 40 вот так то там вот тут у нас фактически стоп будет сами стоять все это будет даже не столько стоп это это будет реализации вниз ну и вот так тут и да поможет нам фомс на со своими протоколами дабы добавить ликвидность и при этом не изменить рыночную структуру но такая есть авто идея достаточно смелая 1000 пунктов стоп это шикарно но ребята да то есть если вы заряжаете здесь один процент в принципе не имеет значения какой размер у вас стоп лосс если вы подбираете объем если вы делаете это просто так конечно это будет накладно потом в итоге канадец ничего нового абсолютно да мы с вами во флете то здесь флеты и работают в том плане что у нас есть сопротивление у нас поддержка тоже у нас есть фонс и тоже доллар и тоже возможно какая-то владельца народ народ в принципе в шортах находится в основном да то есть самом низу но это не говорит о том что они будут не правы что цена обязательно пойдет вверх нет она может и вниз пойти этим ребята может повезти я не мог закрыться в ноль либо даже с профитом история знает и ситуация когда люди зарабатывают на рынке тоже в принципе хотя с другой стороны конечно объем здесь большой я наверно сделал так же как и на евре по факту не когда то есть я выделю границы и скажу что ребята ну вот будут инициативы будем работать до 2395 2280 то есть сопротивление поддержка куда выйдем туда и будут торговаться и если на евре двигаться вверх но не то чтобы выгоднее комфортнее то здесь соответственно вниз потому что это по тренду это без сопротивления все если вниз вылетаем загружаемся по побольше если вверх вылетаем загружаемся поменьше ну я надо смотрите туда же перекрывая график мы видим одно и то же тут даже нечего рассказывать тоже флотим это же фонс и хорошо бы если там была волатильность и принципе без изменений на и не тоже народ в профите сидит второй день по уже всем сидит стопы их практически нету почему-то есть за вчерашним лоем но на них внимание не обращаем потому что это скорее совпадение нежели уверенная постановка каких-то там стопов то же самое я даже фьюч не буду смотреть абсолютно то же самое flat 108 109 80 109 108 25 вот и так же как и на канадцы движение вниз получше движение вверх по похуже рынок чего-то ждет возможно фомс да хотя я вот и не верю я думаю что ничего он не ждет просто флотит перераспределяется в какой-то момент значит австралиец у нас ну это вчерашняя идея до было сегодня у нас не вчерашняя даже позавчерашний не пошли мы вверх значит тоже застряли и тоже ничего нового нет пока нас идея была вчера я вот почему-то не вижу я здесь неужели я вчера рабочее пространство не сохранил сейчас мы посмотрим идея у меня скриншот есть просто идея за вчера до виде за вчера была только на австралийце и она была только лишь на пробой хая то есть на вот этого его не состоялась поэтому здесь в профите нету никого что народ давайте посмотрим уверен или он там держит свои стопы если уверенно тогда да тогда да покупках вчера загрузились ты в продажах тоже загрузились то есть принципе открытый интерес весь здесь здесь в основном то есть мы видим да как на торговали здесь поэтому ребята тут бы я бы так сказал пока мы находимся выше всего этого баланса про шорт забудьте то есть шорт только после пробоя все это безобразие потому что здесь народ ну скажем так про стопы никуда не а нет обращаешь внимание то что они куда-то делись да то есть фактически нету ничего здесь нового вы уверены нету здесь топов поэтому я бы ордер бы на пробой этот убрал потому что есть одна большая заявка но это чья-то заявка это заявка да у клиента возможно да и опираться просто но клиент пошел торгует в обе в этом плане нету никого смысла не автомате завалилась ждали что принципе что завалится и это хорошо и это хорошо что мы это ждали это хорошо что это состоялось контракт весь у нас находится в рамках одного контракта торгуете поэтому сейчас пришли на поддержку я бы сказал так что мы здесь можем начать заворачивать разворачиваться но то есть такой момент продавать здесь стрёмно уже поздно до покупать здесь страшно потому что вот такой должен быть у нас стоп вот я бы наверное бы даже бы ждал досмотрел реакцию а то как на том будет ли у нас фактически с вами какая-то инициатива объемно торгованный здесь до имеется поэтому пока мы выше ниже него мы в даун тренде если мы пробиваюсь туда можно покупать хотя бы с целью до сюда но вот примерно так то есть принципе мы сделаем сами вот таком формате у нас есть хай 450 если мы показываем силу туда тогда на ближайшем же откате ищем точку ходу в покупку и покупаем там да вот до сюда мы можем доехать попробовать до 6530 вот ну а так в принципе только обновление минимума 62 75 сказала бы нам 63 45 до том что мы в даун тренде о том что мы можем двигаться собственно говоря вниз в принципе купить отсюда тоже можно но это пальцем в небо я думаю надо проявление какой-то инициативу мы должны увидеть вот такая тоже больше позиционная чем какая-то интродейная идея тем не менее золото ролловер прошел экспирация прошла у нас здесь даже здесь до основной уже стал переключиться от астана j8 основные объемы фьючились на торговом пока здесь то есть мы в принципе с вами я бы не сказал что мы какую-то тенденцию имеем я бы сказал что мы просто болтаемся вчера в чате до выкидывали моего это видео маэстро трейдинг огонь конечно и как там в одном из ролики был написан понятно что тут сплошная колбаса я тут тоже самое скажу здесь ребят сплошная колбаса ничего не предпринимаем тем более на горизонте фомс ну и все я бы добавил бы рынок российский но мы будем смотреть завтра сегодня традиционно просто ответ на вопросы по тем вопросам которые фактически вы задаете в комментариях к прошлому видео так 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 что у нас из прошлого видео спасибо 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 вот мы депозит 2000 рублей вчера заработал 960 рублей на паре евро доллар спасибо мне хорошо бы эту неделю больше не торговать спокойно дождаться поддельника феврале больше не торговать полностью зависит от вас ждать имеет смысл только чтобы зафиксировать профит по счету имеется ввиду в процент соотношение просто чтобы внутреннее ощущение было приятно но и как сказали с таким депо слив обеспечен нет не с депо слив обеспечен с такими рисками слив обеспечен то есть вы загружаете депозит настолько что делаете 960 рублей 2000 это значит что у вас ну просто дико загружен маржа маржа счет вернее и небольшое отклонение против вас на либо это стоп либо это какое-то движение против вас где гарантийное обеспечение не хватает и вас просто закроет поступают поэтому слив обеспечен не потому что маленькие депо на стив и все чем то что вы так загружаете в принципе можно торговать и на 2000 заряжайте маленький объем просто тот момент такое но допустим 12 процентов по январю показали да это значит что это 24 рубля с ваших 2000 понятно что работать целый месяц 24 рубля нафиг никому не надо а погодите не 24 240 пардон 240 рублей за 240 рублей работать конечно не хочется поэтому это понятно поэтому вы не выгружаете депозит но это проблем депозит вы можете загружать его много и получать но однажды вы все потеряете и это скоро произойдет угрея вас любом фактически вы работаете с теми рисками которые мы имеем и в принципе все кто нибудь из смотрящих знает толкового трейдер из нижнего новгорода такое ощущение что тут только брукских жертв торгует а хоть все-таки в круг своих знакомых включить таких людей тут это где я бы хотел чтобы пояснить тут имеется ввиду на этих стримах либо тут в нижнем новгороде вот я маленько не понял если поясните будет отлично касаемо нижнего новгорода я тоже живу мягко говоря в глубинке могу ли я уехать это глубинки могу но есть ряд вещей которые заставляют меня оставаться в этой глубинке вот но я вам скажу что с распространением интернета я не испытываю ощущение того что я тут в чем-то ущемлен я почти уверен что в моем городе нету людей которые занимались примерно тем же что и я я сначала искал среди своего окружения людей так сказать союзников в этом плане потом вышел интернет и понял что нафиг они не нужны мне в городе да я тут не клуб анонимных трейдеров открываю они мне здесь в городе не нужны поэтому я в принципе избавиться от такого интернет открывает в реально большие возможности поэтому попробуйте реализовать свои идеи посредством интернета а не посредством поиска среди своих единомышленников все ребята на этом все встречаемся завтра 1 февраля я выпускаю записи потому что с утра занимаюсь другими делами вот но тем не менее завтра добавляем российский рынок на 7 все большое спасибо за внимание всем успешной торговли пока